Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. США закрыли въезд в страну для граждан ЕС на 30 дней. Весь остальной мир также переходит в режим изоляции. Негативный информационный фон подпитывает антирисковые настроения. Обе эталонные марки нефти с утра падали более чем на 5%. Рубль в паре с долларом вновь устремился к отметке 75. Объявленные Вашингтоном меры усилили падение котировок нефти. Фьючерсы на Brent на ранних торгах снижались до $33.82. Техасская WTI дешевела до $31.15. Позднее цены сократили падение, но темпы по-прежнему вселяют чувство страха в участников рынков. Тем не менее, детали плана США по борьбе с коронавирусом не впечатлили рынки. Теперь трейдеры ждут активных действий со стороны Федрезерва. Нефть в моменте теряла 1% стоимости в связи с публикацией официальных данных Минэнерго США по запасам сырья в стране. Отчет оказался медвежьим по части запасов нефти и бычьим по части имеющихся в штатах резервов нефтепродуктов. В целом, он не имел никакого значения для участников торгов, а использовался продавцами для того, чтобы показать, кто сейчас главный на рынке. Именно поэтому цены быстро отыграли назад. Сейчас трейдеры в первую очередь отслеживают новости, связанные с возможной экстренной встречей стран-представителей ОПЕК+. Рубль сегодня коснулся новых четырехлетних минимумов в связке с долларом. Негативным фактором для россиянина выступает глобальное бегство от риска из-за пандемии коронавируса и дешевеющая нефть. Против рубля может сыграть уход иностранных инвесторов с рынка рублевого газдолга. Противостоять внешнему давлению помогает предложение валюты Центробанком в рамках бюджетного правила, а также предстоящий налоговый период. Банк России начал продавать иностранную валюту со вторника. В первый день было реализовано почти 50 млн долларов. Именно этот фактор, по оценкам участников финрынков, не позволяет паре доллар-рубль закрепиться выше отметки 74 пункта. В течение дня рубль рискует продолжить движение вниз. В среднесрочной перспективе не исключается рост пары доллар-рубль до значения в 76 пунктов. На Форексе под сильным давлением сегодня находятся сырьевые и развивающиеся валюты. Некоторые из них с начала дня теряют более 1% стоимости по отношению к доллару. Сам же американец вновь дешевеет к евро и валютам тихой гавани. Основная причина нисходящей динамики – ожидание снижения ставки ФРС практически до нулевых значений уже на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова